Песня Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, и мы сегодня с Юлоной Стояновой, кстати, здравствуй, Юлона. Здравствуй, Алексей. Встречаемся в программе «Давайте поговорим». Какую тему ты предлагаешь нам сегодня с тобой разобрать? Тема, я считаю, очень важная, касается выбора суженого или суженой. Как все-таки сделать правильный выбор для того, чтобы потом не жалеть? Зачем с этого? Давай. Хорошо. У нас уже как-то разбирались темы, как проводить обряды призвания детей, мы рассматривали много чего другого интересного, но вот пока еще про суженного ряженого не говорили. Пришло время и об этом поговорить. Давай начнем с того. А как тебе видится, как вообще выбирать себе спутника жизни? По каким критериям? Ты знаешь, честно скажу тебе, я даже не знаю, потому что мы смотрим по внешности, по его делам, а потом по жизни совершенно по-другому получается. Все-таки давай начнем с тебя. Ну вот опять на мои хрупкие плечи взвалили весь ботик или баркас, как его правильно называть-то, Василий Васильевич. Ладно, хорошо. Вот есть такое понятие – поивашки и сермяшка. Ну или современные поивашки и рубашка. О чем это говорит? Не надо надевать на себя то, что тебе не подходит. Если мы переводим в разряд мужчины-женщины и выбора суженного или суженной, то в этом случае нельзя ни в коей мере брать того, кто или очень далеко от тебя оторван по своему духовному предназначению и жизненному пути с точки зрения в низшую сторону. Он, то есть, там где-то внизу находится, а ты где-то вверху. Нельзя брать того, кто выше тебя намного, витает в облаках, и тот, кто под землей, например, живет, а ты вот живешь на земле. Нужно брать того, кто тебе подходит по твоему роду деятельности, по твоему предназначению. Я буду употреблять древнейшее наше слово «варна» не с точки зрения индийского, а с точки зрения славяно-арийского общего представления. Вот если человек находится, к примеру, в третьей варне, его предназначение в третьей варне находиться, а он берет в жены или выходит замуж за представителя второй варны, то в этом случае у них уже могут быть разные интересы. В этом случае они уже друг друга могут на каком-то этапе не понимать. Если же, к примеру, разница уже через варну идет третья-первая, что маловероятно в нормальном обществе, но наше общество сейчас, на мой взгляд, все-таки не совсем нормальное, и такие встречаются пары, то тут будут проблемы однозначно. К бабке ходить не надо, или жена будет уничтожать супруга, или супруг будет постоянно долбить жене по голове, потому что кто-то из них окажется, на взгляд, супруга более умным, и надо его будет опускать, либо, наоборот, полный идиот, и надо его будет как-то пинками толкать в светлое будущее. Такие ты встречала семьи? Ты знаешь, Алексей, встречала. Ты мне сейчас рассказываешь, и сразу вспомнила как раз сцену, которую я наблюдала, поэтому печально, да. Мы по варнам поговорим чуть-чуть попозже, а сейчас я хочу сказать, что не надо делать. Не надо делать следующего. Во-первых, прибегать к услугам различных ворожей, которые обещают суженого-ряженого или девку-красавицу к себе, как это у нас говорят-то, присушить, привязать. То есть, сделать какой-либо чернушный заговор или какое-то действие, которое привяжет человека, наложив на него какие-либо магические силы, узы и прочее, прочее, прочее. Вот этим заниматься ни в коей мере, ни за какие ковришки нельзя. Объясню почему. Да, вы получите тот вожделенный кусочек, который вам нравится. Но он будет уже не тот, который вам нравится. Он будет измененный. Он будет изменен тем заклятием, которое на него наложено. То есть, его подсознание будет стремиться туда, где он должен быть, а то, что на него наложено, не будет давать возможности туда двигаться. И у него будет возникать постоянный внутренний конфликт. Он постоянно будет стремиться от вас уйти, но словно на веревочке будет привязан к вам и обратно будет возвращаться. А это называется насилие над волей. Это же не просто собачка какая-то, не просто кошечка, не просто козлик. Это человек. Человек, у которого сломлена воля, он может опускаться до очень низменных действий. И в конечном итоге такой человек может начинать совершать странные поступки. Низменные, гадкие, подлые, которые от него вы никогда не ожидали. Он может становиться наркоманом, алкоголиком. Он будет вас обманывать, делать что угодно. Потому что он будет находиться во внутреннем конфликте. Если задать вопрос, хотите ли вы того, кто вас обманывает, кто алкоголик, наркоман, бандит какой-нибудь. Вот если нормального человека спросить, хотите ли вы такого спутника жизни, большинство, наверное, ответит нет. Но при этом по незнанию очень многие люди обращаются к различным таким людям, которые вот такие различные обряды проводят. Черные маги их еще называют. Заговоры, наложение каких-то там уз и прочего, прочего, прочего. То есть это производится по незнанию. Так вот этим заниматься ни в коей мере я не рекомендую. Потому что вы испортите жизнь и этому человеку, и испортите жизнь себе. Нормальной жизни между вами не получится, если предназначения варновые разные, предназначения путей разные, разные интересы. Нормальной жизни не получится. Далее. Вы себе наработаете кучу проблем, которые придется потом воздавать, которые придется потом разруливать. Как в этой жизни, так и в следующих жизнях, так и между жизнями. Придется за это очень серьезно отвечать, потому что вы совершили насилие над свободой воли. А это нельзя делать. Никто не имеет права нарушать свободу воли человека. То есть вы преступник. Как только обратились куда-то, вы стали преступником. Ни в коей мере это делать нельзя. Еще предостережение сразу. Многие начинают гадать, смотреть, кто суженый, ряженый и так далее. Если вы живете по совести в ладу с природой, то в этом случае здесь ничего страшного нет. Потому что вы увидите того, кто вам предназначен. Если вы живете в современной цивилизации, а это означает, что вы уже не живете в природе. Вы не живете по естеству. То тогда, скорее всего, вам будет показан тот, кто вас не устроит. Потому что вам будут показывать того, кто достоин вас. И большинство девушек, а может быть и парней, будут недовольны этим. И это будет внутренний протест. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь с кем-то воевать, кто более мощный, чем вы? Вы собираетесь с естеством своим сражаться? Протестовать против него? Так это не получится. Естество всегда мощнее вас. Вас естество породило, а не вы естество породили. И если вы пытаетесь противоречить своему естеству и разрушать его, то в этом случае вы будете в первую очередь разрушать себя. Вопрос, вам это надо? Нет. Поэтому, если вы решили погадать, то в этом случае вы обязаны принять все, что увидите. И с этим смириться, какое бы ужасное и гадкое это ни было. Какой способ? Сразу возникает, наверное, вопрос, да? А способ очень простой. Нужно быть настолько чистым, настолько праведным, настолько добропорядочным, насколько вы хотите видеть своего спутника жизни. Это примерно то же самое, когда мы говорили о призвании ребенка. Вот каким вы являетесь, такой вам ребенок и приходит. По деяниям вашим он ваш и царь, он ваш и палач, он ваш и кормилец, он ваш и друг. Поэтому, что заслуживаете, то от ребенка и получаете. То же самое и здесь. Если вы пошли гадать, будьте любезны согласиться с тем, что вы в гадании получите. И тогда с этим уж смиритесь, извините, вы сами это начали делать. Или не искушайте судьбу, не искушайте свое какое-то такое страстолюбие, узнать, что там впереди. Это вот такие предупреждения. Теперь давай будем говорить про то, а что же вообще и как устроено. Что такое варны? Еще раз напомню, четыре основные варны. Начальная варна состоит из трех. Это малые дети, которые сюда приходят, в кавычках малые дети, их обычно называют смерды. Те, которые здесь ничего не умеют делать. Те, которые ничем не могут управлять, они даже собой не могут управлять, как правило. Они все время смотрят на какие-то авторитеты. Смотрят на авторитет, что им скажут. Скажут постель заправить, он заправит. Скажут не заправить, он не будет заправлять. Скажут зубы почистить, он пойдет зубы чистить. Не скажет, не пойдет зубы чистить и так далее. Смерт – это самое начальное. Далее. Жити. Те, которые уже умеют жить. Те, которые уже умеют как-то смотреть, что происходит вокруг, и упорядочивать пространство только под себя. Ну, в лучшем случае, под тех, кто находится рядышком с ним, в семье. Следующий уровень – это уже людины. Те, которые умеют и жить, и те, которые уже могут упорядочивать и свое пространство, и те, кто находится под ними. То есть в армии это примерно сержантский состав, до старшины. Вот примерно так. Старшина – это пик. Далее. Вторая варна также состоит из трех разделов. Это уже мастера, это уже управленцы начального уровня, которые могут что-то создавать, могут кем-то управлять и могут кому-то что-то передать. Это уже в управленческом составе мастера, которые могут управлять какими-то небольшими подразделениями. Полк – максимум дивизия, вот до этого уровня. Выше, как правило, нет. Третий уровень – их еще называют витязи. Те, которые способны уже все упорядочивать, они способны всем управлять. Там тоже три уровня. От дивизий до генералиссимуса. То есть армией надо командовать, будет армией. С заводом надо – с заводом. Предприятием добывающим – пожалуйста. Каким-то там торговым, огромным коллективом биржи – без проблем. Вот куда ни поставишь, он везде найдет себе помощников, упорядочит пространство, и все у него будет работать как часы. Другой вопрос – куда его назначить. Для доброго дела или для злого делать. Но он управленец. Четвертая варна – это уже варна тех, которые здесь все изведали, прошли. Варна жрецов. Которые получают непосредственно знания свыше, и их задача – эти знания распределять на витязей, на третью варну, иногда на весей, на вторую варну, и в крайнем случае на людин. То есть, как правило, четвертой варной они не занимаются. Сами они ничем не управляют. В управление, в бизнес куда-то там, в денежные вопросы, в производство они не лезут. Они в этом могут участвовать. Но, как правило, это происходит как какой-то запасной вариант. Когда вот что-то случилось, нужно срочно подменить. Он легко это сделает. Он управленец в прошлом. Поэтому это все ему знакомо. Но его задача – не управлять, а давать знания, производить сонастройку общества, руководителей общества, с божественным планом. Принимая оттуда информацию, отдавая вниз. Изучая, как устроен этот мир, что здесь работает не так, где кто-то что-то не понимает, ему что-то объяснять. И самое главное еще – помогать людям взращивать себя, чтобы переходил человек из варны в варну, рос, а не топтался на месте. И помогать тем, кто застоялся где-то, войти в свое русло. Исходя из этого, еще следует нам вот о чем поговорить. Есть такое понятие предназначения в варны. Вот рождаются, например, 10 детей. У одного предназначения – жреческая варна. У другого, например, смерть. Еще у одного – житие. Ну и так далее. У каждого какое-то свое предназначение. Но родились они вот в одном роддоме, в одном месте, от разных мам. Но предназначения у каждого разные. Это предназначения. Но они изначально находятся в одинаковых условиях. То есть тому, кто находится изначально в роддоме, и предназначение у него, например, смерть. То есть малый дитек, который появился здесь в этот свет, и он изучает этот мир. Его задача очень простая. Дойти до этого уровня, получить, что нужно. В общем-то, проблем особых нет. Это все просто делается. Им проще всех живется, на самом деле. Что скажут, то он и делает. А вот тот, который, например, предназначен для варны жрецов, ему предстоит пройти все варны и все подварны. Где-то быстро, где-то медленно, где-то чуть-чуть задержаться, чтобы что-то получить. Но все равно он как по лесенке поднимается туда. Он проходит все пути, восстанавливая знания по горизонтальному роду, о чем мы говорили в передачах, и по вертикальному роду. То есть и родня земная, и родня небесная, они с ним взаимодействуют и помогают восстановить все знания, все умения, которые были в прошлых жизнях, или которые по роду ему передавались, чтобы он занял свое место. Так вот, есть предназначенная варна, а есть промежуточные проходящие варны. То есть варна состояния. И все дети, как правило, будут сначала в варне детей маленьких, то есть смердов. Кто-то останется в этой варне до конца жизни. Дальше те, кто не остался, следующий шаг сделают – житьи. Кто-то останется в житьях до конца смерти, потому что это варна предназначение. А варна состояния требует дальше идти. Потом следующие – это людины и так далее, и тому подобное. И в конечном итоге вот такой веер раздвигается. Эти на этом уровне остались, этот сюда пошел, сюда, 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 и кто-то добирается вот туда, до верха. Я думаю, что здесь все понятно. Вопросы есть по этому, нет какие-нибудь? Ты знаешь, вопросов нет. Все ясно, да. К чему я это все рассказывал? Бывает так, что мальчик с девочкой учатся в одном классе или живут на одной улице, и вот они друг другу понравились. Ну, встречается такое. Где-нибудь там возраст 14-16 лет, когда вот это вот начинает гормоны играть, когда начинают друг на друга смотреть. Вот они понравились друг другу, и что дальше делать? И там уже строится план, и вот нам 18 лет случится. Мы, значит, объявим, что мы жених и невеста. Ну, как должно быть. Потом ты пойдешь в армию, я тебя буду ждать. Он говорит, да, ты меня жди, я в армии два года служу как надо и вернусь. После этого все нормально. Объявили, что жених и невеста. Влюбленность в них остается. Вожделение семейного союза остается. Он из армии приходит. Свадебка. Какое-то время они начинают притираться друг к другу. Если они находятся в одной варне по предназначению, то эта притирка проходит достаточно быстро. Они находят единые интересы. Это может быть спорт. Это может быть какое-то увлечение. Это может быть какое-то фитнес, занятие. Походы, что угодно. Работать они могут в разных местах. Но, как правило, они бегут домой, чтобы поближе друг с другом побыть. И Плоцкая, чтобы у них была связь. И они вместе куда-то ездят. Какие-то там у них встречи с друзьями, туризм и прочее. Они находятся в одной варне и по состоянию, и по предназначению. Здесь все просто. И дети к ним приходят, те, которые нужны. Про детей мы сейчас не говорим. Это здорово. Это нормально. Это хорошо. Давайте себе представим такую ситуацию. Вдруг, к примеру, девушка или парень, когда встречались, она, например, находилась в своей варне. Берем так, начало второй варны. И по предназначению, и по состоянию. Вот начальная вторая варна. Такой переходной от людин к человеку. К весе. Молодые, 18 лет. Он тоже находился в этом месте, но это было варносостояние промежуточное. А у него, к примеру, там повыше что-то. К примеру, он уже стремится к управленцам. Но на этот момент они были в этой варне, на этой ступенечке. И у них общие интересы совпадали. Он пошел два года отслужил. Там он получил квалификацию какую-то. Стал, например, сержантом. Или, может быть, старшиной. Сразу ни с того, ни с сего. Хотя не стремился к этому. Он научился управлять уже как-то в первой варне. Ему предложили, например, поступить в военное училище или как-то еще в военную службу. Ну, не знаю. И он уже видит по-другому этот мир немножко. Потому что он там уже поуправлял. Он понимает, что его задача управлять людьми. А у девушки только начальное. Она вот чуть-чуть готова управлять. Вот самое-самое начало. А у него стремление повыше, командовать полком. Еще какое-то время после свадьбы они будут находиться в единых интересах. Но со временем мужчина будет понимать, что он-то стремится вот сюда. А девушка-то его тянет вот сюда. То есть, он как лебедь стремится в небеса. А кто-то тянет в море. Вот кто-то это его супруга. Она не вынимает. Зачем ты туда лезешь? Зачем тебе эта работа нужна? Ну, тебе чего не хватает? Зачем я тебя-то не устраиваю? Ну, вот давай будем булочками торговать. Зачем тебе куда-то лезть? Ты чего? Он говорит, ты меня не понимаешь. Я чувствую, что вот можно открыть такое дело. Я вот это, это. Зачем тебе это надо? Ради денег? Он говорит, да деньги даже вторичные. Меня интересует это. То есть, у него стремление управления. Деньги для него как дополнение, как инструмент, что ли. Как ресурс какой-то. А для нее главное деньги. Он говорит, ты деньги мне заработай. Булочками пойдем торговать. Какое тебе управление? Нафиг надо? Ты пока там построишь предприятие. Десять лет пройдет. На что мы будем жить? И вот на этом начинаются с них разлады. Потом вдруг она встречает какого-то булочника, который имеет хорошие деньги. Она в этой булочной, условно, работали на хлебокомбинате. Чуры-муры, вась-вась. Они друг друга уже нашли с точки зрения Варны. Потому что и тот на нормальном своем уровне управления вот этим маленьким подразделением. И ей хорошо. Она видит, что он человек дела. Тот-то ее тянется вверх, а там неизвестно, что будет. А этот-то на месте находится. И деньги у него есть, и почет, и уважение. Ну, и вот так вот тихонечку налево уходит. И тот понимает, дядька-то, который ее муж, что что-то в семье не так происходит. Его не понимают. А ему-то надо наверх идти. И вот тут начинаются разлады. Начинаются измены. Он на этой почве может начать ревновать, если там тямы в голове не хватит. Сорвется. Или скажет, да хрен с ним. Ладно, все, ты меня уговорила, только вот налево не ходи. Я тебя люблю, я с тобой буду. И вот он начинает себя забивать. Свои мысли он начинает вниз опускать. А это тяжело. Полет другой. И очень многие люди, следуя тому, что им показывают по зомбоящикам, ну, например, проблема выпей, праздник выпей, он начинает в себя заливать. А до этого не пил совершенно. Ну, чтобы идею забыть, залить ее и так далее. Зачем это нужно? Устраиваться каким-то там грузчиком или каким-то там начальником смены какой-нибудь. На этом же самом хлебобулочном комбинате. А жена видит, что там муж начал пить какое-то непонятное. Что, слабовольный какой-то? То он там каких-то бредовых идеях говорил. Создание чего-то такого. А тут, оказывается, он просто алкоголик. Ха, так гены там сработали, типа того, хотя бы никто в семье в него не пил. И больше уверяется в том, что была ошибка. Что с ним вообще не надо общаться. Вот с булочником, да, хорошо. Ну, и в обратную сторону бывает так, что мужчина приземленный. Он такой, работяга. Сказали копать. Он копает. Сказали не копать. Он и это умеет делать. Все хорошо, все замечательно. А женщина стремится вверх. Она вот с высшего полета. Но какое-то время, когда им было по лет 16-18, они находились в этой промежуточной варне. Где, оказывается, для мужчины эта конечная варна, предел. А для нее только промежуточная, проходящая. И начинается та же самая ситуация. Для того, чтобы не попасть в такие неприятности, необходимо каждому из нас, если, конечно, вы хотите, чтобы у вас не было таких неприятностей, начать разбираться, кто вы, какая ваша варна по предназначению, какой вам дам инструментарий и какие промежуточные цели вам необходимо здесь, в этой жизни, в соответствии с варной, необходимо исполнить. Опять же, используя свой инструментарий. Потому что помимо варновости существует еще и инструментарий. Один, к примеру, из второй варны, здоровенный такой, огроменный военный. Вот он хорошо умеет себя проявить как командир. А другой, ну такой, как ботаник. Но при этом он может очень хорошо командовать, например, каким-то предприятием или частью предприятия. Если военный, вот этот огромный, здоровенный, начнет заниматься какими-то такими делами, несвойственными его инструментарию, он не сможет себя проявить. Он будет как слон в посудной лавке. И то же самое, если вот такого худосочного управителя, ботана, направить на взаимодействие с подчиненными прапорщиками, ну, условно, прапорщики, да, так это у нас любят на прапорщиках валить все, да, такие вот примитивные типы создания, в кавычках, и никого обидеть не хочу. Они его быстро сожрут. То есть использование своего инструментария должно быть соответственно с его предназначением. Он не должен смотреть на то, как там вот этот хорошо сделал, потому что у того инструментарий под это заточен. А у тебя, прошу прощения, нету такого инструмента. Как в анекдоте, когда ворона управляла самолетом, вверх-вниз, вверх-вниз, зверя-то прибегает, говорит, что делаешь? Выпендривайся, а можно с тобой повыпендриваться? Давай. Они тоже вверх-вниз стали дергать все рычаги. Кнопки нажимают, ну кто во что угорастся. Вдруг самолет развалился. Падают. Ворон так посмотрел на них. Ну ладно, ребят, я полетела. Как полетела? А мы? А вы что, летать не умеете? Нет. А что-то выпендривались. Вот из этой же серии. Если у тебя нет крыльев, ну зачем тебе пытаться прыгать с этой скалы? Только из-за того, что ты посмотрел на того, кто с крыльями. Конь Пегас есть, да, у него крылья есть. А есть обычный конь. Поэтому необходимо не просто смотреть на окружающих, а еще и понимать, есть ли у тебя инструменты для того же, что и у них. Или у тебя может быть более выгодное свое предназначение. То есть понимать выгоду своего положения, своего инструментария, свое предназначение. Потому что именно для тебя написан был план в виде судьбы, узловые точки в виде рока, которые необходимо пройти в виде уроков, встретиться с нужными людьми, а не смотреть все время направо и налево, кто что делает. Заниматься тем, что тебе свойственно. И получить из этого выгоду, плюсы, бонусы и дойти до финишной точки чемпионом. Поэтому каждому из нас необходимо это понимать с точки зрения и личной выгоды, и подбора тех, кто будет с вами рядом существовать, то есть образование семейного союза, ну и так далее и тому подобное. Вот это что касается варного определения. Что дальше, какие у тебя точняющие вопросы есть? Потому что я могу по этому вопросу говорить очень много. Сразу возник вопрос, если человек, например, неправильно сделал свой выбор ввиду какой-то неопытности, потому что ему было некому подсказать, а тут, получается, ему нужно достигать высот, я бы тянут. Каким образом он может себя проявить, если действительно такая ситуация сложилась? Как бы и бросать человека нельзя, да? И, ну, с другой стороны, и стоять на месте тоже нельзя, тоже в какой-то степени неправильно. Вот как таким людям быть? Закон прост. Тот, кто достиг каких-то высот, он всегда способен объяснить выгоду того, кто еще этих высот не достиг. Ну вот мы же начинали как альпинисты с роддома, и мы начинали двигаться вверх одновременно. Но кто-то достиг вот этой площадки, кто-то это, кто-то это, а кто-то наверх забрался. Вот кто забрался наверх, он в этих всех промежуточных площадках был. Он, как мудрый человек, ведущий и знающий, сможет общаться и с тем, кто решил остаться у подмежья горы, потому что он там был, и он видел, что происходит. И со всеми, кто на промежуточных участках остановился. И он всегда сможет рассказать то, что видят они, и с их точки зрения подойти к решению их проблем. То есть задача становиться мудрым человеком. Тогда вы, даже если по каким-то причинам соединились с тем, кто не в вашей варне, варится в собственном соку, варна отсюда, дать ему возможность получить от жизни то, что ему необходимо, исходя из его варны, из его интересов. Но перевести эти интересы из низменного в высшее. Вот в этом и заключается мудрость. Если вы не мудрый, то тогда уж, извините, вам придется пыхтеть, как медному котелку. И не лить слезки, что вас вот так вот опускают, с вами вот так поступают и так далее и тому подобное. Всегда более мудрый человек найдет способ общения с тем, кто по каким-то причинам пока еще что-то не уразумел, что-то не способен понять с вашей высоты, потому что вы это все проходили. Вы найдете слова, вы найдете подход, вы объясните всю выгоду. Потому что более низшие, начальные, чтобы вернее говорить, они всегда в первую очередь понимают выгоду. А вы эту выгоду уже прошли, вы ее уже увидели. Просто для вас выгода чуть выше. Это в том случае, если вы были глупы по каким-то причинам, и рядом с вами не оказалась ведуна, жреца, волхва или мудрого человека, старца, калики-перехожий, ка-лик, ка-объединение, душ, лик, лики. Тот, который познал много ликов, который познал много мудрости, и который перехожий идет и делится этой мудростью, а не дряхлый. Вот это калика-перехожий. Так вот, если с вами этого не оказалось в нашем переходном периоде, не надо расстраиваться, надо просто понять, в этой жизни вам это не судьба. Возможно, вам надо стать каликой-перехожим. Возможно, вам необходимо стать мудрым. И если уж вы до конца не осознали что-то, то хотя бы не передавать глупость своим детям, а передать мудрость. Вы тогда должны, наладив свой быт со своей второй половинкой, уточнив все вопросы, которые у вас есть в жизни, и осознав их, трудиться на благо своих детей, чтобы они хотя бы осознали свое предназначение в этой жизни, поняли, что им нужно делать, увидели свою цель и сказали, папа, мама, я вам так благодарен. Вы себе не представляете, вы такую мне мудрость передали. А у нас, к сожалению, делятся своей дурью, своей глупостью. То есть, если уж вам не повезло, по каким причинам, как вы это считаете, расслабьтесь. Осознайте, где вы находитесь. Поймите, кто рядом с вами. Поймите, что нужно человеку. То есть, будьте мудрее. И после этого, дав необходимое, исходя из того, что его продвигает вперед, заботитесь теперь хотя бы о своих детях. Потому что, заботясь о своих детях, давая им мудрость, вы будете увеличивать мудрость своего рода по этой горизонтали, на этой земле. А по законам жанра, в котором мы сейчас все как артисты крутимся, мы обязаны будем сюда вернуться или с инспекцией, проверкой, комиссией, как здесь все устроено, то, что мы когда делали, или с точки зрения прохождения дальнейшего обучения. Так вот, я заинтересован во всех смыслах, чтобы своим детям улучшить жизнь. Чтобы своей супруге или супругу улучшить жизнь. Потому что, если я улучшу свое семейное состояние положения, и у меня будет лад и любовь в семье, и супруга и супруг мой будет самой любимой и доброй, у нас породятся дети, которые будут соответствовать нашему состоянию семьи. Если я передам нашим детям самое доброе и светлое, то в этом случае тогда они будут счастливы, и они будут более зрячие, не будут тыркаться, как слепые котята, в те щели, углы, острые предметы, в которые тыкались мы. И их жизнь будет развиваться более скоротечно, более быстро с точки зрения набора инструментария, понимания этой жизни. Они достигнут больших успехов. Они будут более мудрыми. И вот тут уже, когда у них будут внуки, то есть мои правнуки, а может быть и мои внуки, я смогу прийти в свой же род, как их ребенок или их внук, или с точки зрения инспекции, чтобы поставить себе оценку, что сделалось, и им оценка, что они сейчас делают, или чтобы на себе испытать все то добро, которое я в свой род земной сумел вложить. Выгодно? Выгодно. Теперь мне скажут, ну вот, Алексей, ты сказки сочиняешь. А вдруг этого нет? А теперь давайте подумаем. Хорошо, представим, что этого нет. Какие минусы вы тут получите? А никаких минусов вы не получите. Потому что, если ваши дети будут воспитаны в правде, по совести, они вас никогда не бросят. Выгодно вам это? Выгодно. Если они будут жить по совести, в ладу с природой, не будут себя разрушать, в этом случае они будут здравомыслящие? Да. У таких детей будет потомство хорошее? Да. Значит, вы будете радоваться внукам своим, которые будут счастливы, радостны, здоровы. Но разве вы этого не хотите? Разве вы не хотите окружения счастливого вокруг себя? Хотите. Даже если там ничего нет, вы при этой жизни уже счастливым человеком становитесь, потому что вы создали тот фундамент, на котором построено ваше счастье. А если там что-то есть? Представляете, какие бонусы там открываются? Какие перспективы там открываются? Если вы усилили свой род здесь, усиливается и род небесный, из которого вы сюда были посланы. Если усилился этот род, и здесь благополучие, и вам приходится сюда в виде своего внука или правнука явиться, вы будете благодарю кому говорить? Себе самому прошу прощения. Так, на минуточку задумайтесь. Вы будете благодарить деда или бабушку, или прадеда, или прабабушку, которые это сделали, которые счастливый род сделали, которые счастье в эту жизнь принесли. То есть вы будете благодарить самого себя, а по всем законам, куда мысль, туда и энергия. То есть вы будете прокачивать не только свой род, вы будете прокачивать себя, как высшую сущность божественную, там, даже не подозревая это, находясь в ограниченном теле своего внука или правнука. Представляете, какое это счастье? И возвращаясь туда, вы и здесь получили все, что могли получить, по горизонтали, и там получили все, что можно получить. Да вас там с распростертыми объятиями будут принимать, как самого дорогого человека из своего рода, как самую высшую сущность. Там же сразу рост. Это вообще невозможно объяснить с точки зрения человека, что там будет. По всем параметрам выгодно, даже если там этого нет, даже если я сказки вам рассказываю. И с точки зрения выгодно, если там все это есть. Поэтому наша задача, если уж вы оплошали, и если вы вдруг отрабатываете, как говорится, карму свою, что вам необходимо было с этим человеком состыковаться, ну что ж, отрабатывайте ее. Но только помните, можно отрабатывать по-разному. Можно воевать и разбивать себе голову, а можно в любви и ласке отрабатывать. И еще от этого получать большое удовольствие и счастье. Быть самым счастливым человеком на земле, при этом отрабатывая карму. Классно? Классно. Все так хотят. Все. Давайте это делать. Ты знаешь, Алексей, такая мысль возникла, что если человек находится на несколько ступеней ниже тебя, то нужно не то, что развивать его. Как ты считаешь, он может подняться до тех высот, до которых ты дотянулся? Или все-таки, как говорится, в следующей жизни? Или есть возможность человека развить в своем направлении? Ну, хотя бы в уровень себе. Насколько это возможно? Я говорил уже, что есть карма предназначения, есть карма состояния. То, где человек сейчас находится, в данный момент. Перетащить из финальной варны, например, из второй варны первой подгруппы, во вторую варну третьей подгруппы, человека в жизни практически невозможно. Таких чудес я не встречал. Я не исключаю, что это есть. Но таких чудес я не встречал. И в наше время это очень и очень затруднительно. Хотя, кто его знает. Но не встречал. А вот помочь ему стать мастером, который владеет лучше всех своим ремеслом, который направляет в свет и который нарабатывает благостное тело. Вот это можно. Тело имеется в виду не только физическое, а еще и другое. Ну, кто в теме, те поймут. Телеса свои нарабатывать. Тем самым создавая задел на будущее. То есть в этой жизни можно использовать, к примеру, начальную вторую карму. Ой, варну опять мне в карму тень. Для того, чтобы стать, например, управителем какой-то шайки и грабить людей, и убивать, и резать. А можно, например, сделать защитником Отечества или руководителем какого-то предприятия, маленького, небольшого, который бы там, да, с усилиями отрабатывал, учился, взаимодействовал, понимал, ради чего он делает что-то. То есть дать ему цель светлую, добрую. Это задача того, кто более мудрый. Куда его направить? К чертям собачьим? Или все-таки направить его к чему-то светлому? Поэтому задача того, кто обрел знания, делиться по уровню осознания этими знаниями с тем, с кем он хочет делиться. Не тянуть его, как морковку за ботву, чтобы он быстрее вырос. Морковка не вырастет, морковка не станет арбузом. Но при этом морковка может стать слаще, крепче, храниться дольше, ну и так далее, тому подобное. А может вырасти, не пойми что, там, с пальчик, мизинчик, тоже находясь на этой же грядке, тоже это же, имея генетическое основание, стать большой морковкой. Но вот так получилось. Земля не та, посадили не вовремя, не удобряли, не поливали, да мало ли чего. В конечном итоге эта морковка обиделась на всех и стала всем мстить. Поэтому перетащить свою варну не удастся, но сделать счастливую жизнь, осознанную жизнь, со стремлением туда, вверх, а не вниз, это задача всегда того, кто находится выше по уровню познания. И вот в эту семью приходят дети по тем устремлениям, куда стремятся их родители. Даже если они находятся в разных варнах. Если человек находится, например, в третьей варне, ну, мужчина, а супруга во второй варне, то супруга понимает всю выгоду, если мужчина, правильно, если он мужчина настоящий, мужского чина, выгоду находиться рядом с таким человеком, а не идти к булочнику, который там из первой варны, там не пойми где, да? И она тогда начинает ему служить. Она создает такие условия быта, чтобы мужчина ни в чем не нуждался. Она прекрасно сможет разобраться с детьми. Она же во второй варне, значит, она уже управленец. Она построит детей правильно. Она накормит детей правильно. Она сделает так, чтобы был порядок в семье. Дети также будут учиться порядку. И они быстро пройдут все этапы своего варного взросления. Все вот эти варны состояния, промежуточные варны. Даже если они еще выше мужчины, мужа. Вот это обязанность того, кто находится в высшей варне. И наоборот, женщина бывает в высшей варне, мужчина чуть пониже. Это не говорит о том, что он должен заниматься женскими делами. Нет. Она сделает все возможное, чтобы он, трудясь на каком-то предприятии, ощущал себя хозяином того места, за которое он отвечает, чтобы он по-хозяйски относился, не как разгильдяй, чтобы его уважали. Она с ним будет проводить правильные беседы. Ночная кукушка дневную перекукует. Она правильно ему будет говорить, приласкает его. Она будет делать вид, что она служит ему, чтобы у него на работе все получалось, чтобы рубашечка была чистенькая, чтобы все было на месте, чтобы все было собрано. Он будет себя ощущать хозяином жизни. Не знает, даже не подозревая, что она высшая поварня, но он ее будет уважать и любить. И она достигнет своего уровня развития. И он. Потому что она будет давать не только своим детям и ему упорядоченное пространство. Она еще, будучи на месте, например, если она не работает где-то, а трудится в своей семье, как хозяйка, хранится очага, она будет общаться с другими женщинами в своем окружении. и она даст им то управление, то пространство, которое сама может упорядочить и управлять им. Здесь очень много вариантов. И такая семья будет счастлива. Все будут ходить и говорить, какая счастливая семья. А они находятся там в разных варнах. Ну, разрыв, конечно, как я говорю, не две варны. Нет, это тяжеловато. Но у нас время такое, что разрывы в две варны тоже бывают. Но здесь еще больше мудрость надо проявлять кому-то. Да, Алексей. Я считаю, в принципе, исчерпывающе. Ты мне ответил? Хорошо. Что мы предложим нашим радиослушателям, зрителям, как домашнее задание? О чем поговорить-то? Может, какие-то вопросы? Как ты думаешь, что еще может быть интересно по этой теме из того, что нам в дальнейшем рассматривать? Вот как-то. Давайте поговорим о... Вот о чем бы нам еще поговорить? Наверное, все-таки о детях. Это будет важно, потому что есть люди, которые, можно сказать, не то, что не задумываются на эту тему, очень халатно к этому относятся. Они, возможно, не понимают всю духовную составляющую самопроцесса, да, когда ребенок приходит. Наверное, все-таки я бы хотела поговорить о том, не как ребенок выбирает родителей. Ведь не все родители, которые делают детей, не все их в жизнь приводят. Ты сам об этом понимаешь. И когда души приходят в такие семьи, они же понимают, в принципе, на что они идут. И примеров многочислено. И, возможно, вот я иногда просто рассуждала на тему, почему женщины или мужчины, приводя в свет ребенка, как правило, не выполняют свой долг. И, как понимаю, очень часто бывают или неуверенные женщины в мужчине, потому что у них, возможно, варновое, разное происхождение, принадлежность. И поэтому они, в принципе, не хотят продолжать безобразие. С другой стороны, халатность со стороны мужчины и женщины. То есть этот момент, я считаю, очень важный. И хотел бы тоже поговорить, почему все-таки люди неосознанно подходят к принятию души, потому что вообще для меня понятие прерывания, беременности, является некой формой сдерживания, причем сдерживания потока душ, который приходит к нам сюда. В это время, когда... Не то, что время коллапса, не то, что во время революции. По сути, некая революция у нас, информационная революция происходит. Я считаю, такие вопросы можно затронуть. Ну что ж, в этом случае тогда я предлагаю нашим зрителям и слушателям присоединиться к нашей беседе следующей, к нашей передаче, стать одним из участников хотя бы заочным, прислав свои рассуждения и мысли в редакцию Народно-славянского радио в раздел «Передачу «Давайте поговорим». Так и пишите. Я такой-то, такой-то. Вот у меня есть такое-то представление и дальше излагайте, что у вас там представляется, как вы на это смотрите, что вы об этом думаете. А мы дальше уже будем разбирать те вопросы, реплики, пожелания, которые вы к нам присылаете. На сим я с вами прощаюсь. С вами было Народно-славянское радио. Передача «Давайте поговорим» в составе Алексея Орлова и Елоны Стояновой. Будьте счастливы, здоровы. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всем пока. Штурмовать далеко море послала нас страна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok